Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Маклай. Я сегодня в поле, в Курской области, и у нас на мероприятии целая коллекция крутейших мотоциклов. Давайте посмотрим. Привет, меня зовут Михаил, я состою в Обществе свободных байкеров, это ОСБ, и я сейчас расскажу вам про наши мотоциклы, которые мы сегодня предоставили здесь. Это мотоцикл Triumph Rocket 3, английская фирма Triumph. Здесь у нас трехцилиндровый мотор объемом 2,3 литра, мощностью 142 лошадиные силы. Это довольно мощный, один из самых больших объемов моторов серийно выпускаемых автомобилей. Этот мотоцикл довольно тяжелый, порядка 400 кг весит, довольно быстро разгоняющийся, порядка 3,8 до сотни. Имеет карданный привод, отличный звук и неповторимую внешность. Вот, этот 2006 года мотоцикл выпуска. Это непосредственно мой мотоцикл. А, куда мотоцикл? Давай, следующий. Так, поехали дальше. Это у нас мотоцикл Yamaha Stratoliner. Это двухцилиндровый мотоцикл с объемом мотора 1,9 литра. Также имеет привод, он карданный. Он тоже, кстати, все мотоциклы уже инжекторные, оснащены всеми видами электроники необходимыми. Вот. Довольно быстрый тоже мотоцикл. Этот мотоцикл также, да, не все примерно одного года здесь представлены. 5-6, там плюс-минус немножко. То есть, это вот, по-моему, если ошибаюсь, с шестого года мотоцикл. У него ременный привод, как у Harley следующего мотоцикла, который будет у нас на обзоре. А сколько вот стоит? Средняя цена у этих мотоциклов, вот в этом состоянии, которое они здесь представлены, в среднем где-то порядка 600-650 тысяч плюс-минус от состояния зависит. То есть, опять же, от качества хрома, от того, что насколько он не удушен, не убит, и от лакокрасочного, как автомобиль. То есть, чем класснее и лучше выглядит машина, тем, соответственно, и дороже она стоит. Так. Вот это у нас один из легендарных мотоциклов. Это тот самый Harley Davidson. Имеет свой неповторимый звук вибрации в двигателе, но этот мотоцикл надо любить, потому что не каждый может ездить на нем, не каждый им нравится, только те, кто интересен именно дальнейм марка. Если я не ошибаюсь, это мотоцикл Road Glade. Объем мотора здесь порядка 1,8. Там они не пишут цифры, а пишут, вернее, не цифры, а конкретный объем не указывают, а указывают просто цифры, но это в среднем где-то там 1,8 получается объем. Очень хорошо сохранился, кстати, мотоцикл. Это мотоцикл 2006 года. Он мало ездил, практически не ездил. В коллекции у одного товарища стоял. И вот у него пробег, ну, тут... Ну, сейчас тебе скажу, попробуем посмотреть. Сейчас мы чуть-чуть тут повинтим. Где у него тут винтилка эта? Он хочет там пока... А, вот она. Пробег у него получается 2000... Нет, сейчас так... Большой стихий. Нет, 2600. Сейчас, сейчас, сейчас перемотаю. Ну, получается в километрах, скорее всего, это... Ну, скорее всего, да, 2600. Вообще он новый. Ну, да, то есть он абсолютно новый мотоцикл. Я же говорю, он в коллекции стоял, его товарищи забрали. Но и товарищи именно любят Харлей, он хотел себе именно такой. И когда увидел его, он сказал, все, это мой, я буду с ним жить вместе. Натирать ему хром. Ну, он так и делает вечерами в гаражах. Спросишь, где он находится, он говорит, тряпочкой свой мотоцикл протираю. Вот. Поэтому, когда он увидел фотографию двух барышей на мотоцикле, он сказал, боже мой. А так, в общем, да, это он очень хорошо сохранился. Вполне себе неплохой аппарат. Но, опять же, это только на любителя. Абсолютно во всей родне. То есть все допы, все фонарики, все дуги, это абсолютно оригинальные его запчасти. Следующий мотоцикл у нас от фирмы Сузуки. Это Боливард Т-50. Это тоже мотоцикл послабее. Если не ошибаюсь, это порядка 800 кубов. Ну, это хороший мотоцикл для начинающего. Тоже где-то, по-моему, 2006 года выпуска. Уже кардан. Ну, также у них всех инжектора. То есть это полное электронное здесь все. Он уже у нас водяного, масляно-водяного охлаждения. Вот. В принципе, класс мотоциклов абсолютно одинаковый. Тут уже у нас в милях. Все хорошо. То есть товарищ его себе купил и радуется. А тут какой-то вкусный вес? Да, можно посмотреть ключи у меня. Ну, они плюс-минус как бы... Ну, да, да, да. То есть не то чтобы новый. На таких мотоциклах в наших рерах жизни особо далеко никуда не ездят. В основном по городу, в основном там недалеко. Но есть, конечно, товарищи, которые у нас покоряют просторы нашей России. Вот одним из них я являюсь. Но только не на таком мотоцикле. Для дальних поездок такие мотоциклы не подходят. То есть, ну, это либо надо любить, этот класс техники, чтобы на нем так далеко ездить. Либо просто поменять, потому что немного некомфортно. Дождь, вода и все такое прочее. Есть более удобный, более комфортный мотоцикл для дальних поездок. Со всякими подогревами, обогревами. А здесь у нас, ну, крайний мотоцикл. Это у нас один из таких вот тоже неплохих мопедов. Это у нас Honda VTX 1800. А VTX это VATWIN EXTREME. У них они так спозиционировали себя, что мы сделаем вот такую модель, которая будет такая красивая, большая, хромированная, с хорошим выхлопом. В основном это мотоциклы для таких вот неспешных поездок. По городу музыку. Да, да, тут музыка уже дополнительно, здесь уже установлена музыка. И всякие тюняшки, то есть в виде всяких дуг, всяких таких вот хромированных вставок. То есть кто любит такие мотоциклы, они всегда стремятся максимально захромировать что-нибудь, где-нибудь, чтобы это все было красиво, чтобы это блестело. Но на данном мотоцикле у нас товарищ вот буквально недавно вернулся из поездки, он ездил на юг, вернулся на нем обратно. То есть сказал, что в принципе все возможно и даже на нем. Да, было установлено дополнительное ветровое стекло для того, чтобы потоки ветра все-таки не сильно сбивали голову, чтобы можно было ускоряться и никаких проблем не ощущать по поводу аэродинамики. В общем, довольно мощный мотоцикл, порядка 150 сил, в среднем плюс-минус немножко на каждом. Ну, в общем-то, да, довольно быстро ускоряющийся карданный вал. Здесь, в общем, хорошие мотоциклы, но на любителях. У нас общество свободных байкеров, вот так это все выглядит. И, соответственно, у нас есть разные мотоциклы. С нас не обязательно, что это будут круизеры, там какие-то спортивные мотоциклы. У нас самое главное – это мототема, которая нас объединяет и нам интересно общаться на это все, то есть ездить куда-то вместе. А вы из Курска? Да, мы из Курска, да. И, соответственно, устраивать какие-то мероприятия, то есть помогать кому-то в организации каких-то мероприятий. То есть мы непосредственно проводим соревнования по мотоджимхане. Это фигурное вождение мотоцикла, да, ну, между фишек и все такое прочее. То есть, кстати, 4-го числа, сентября этого года будет заключительный этап, и мы его проводим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...